Приветствую всех на канале горизонт событий. Центральную часть Симферополя сильно подтопило после ливня, который прошел вечером в понедельник. Улицы города превратились в реки и озера. Территория возле Государственного академического музыкального театра буквально ушла под воду. Местами выпал крупный град, некоторые градины достигали размера более двух сантиметров. МЧС в Крыму объявило штормовое предупреждение до 4 сентября. На полуострове обещают ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Вот здесь должна быть дорога, тротуар, переход. Но все поплыло, воды по колено едут как-то вот так. Но воды вот там туда идти рискнул по вот стольку. А все почему? Потому что ливневки все закатали в асфальт, так что наслаждаемся морем. Хотели на море, вот вам море. В Ростовской области стена огня отрезала путь в станицу Романовскую Волгодонского района. По словам очевидцев, горели поля. Десятки автомобилей столпились посреди шоссе и не могли проехать. Также недалеко находилась заправка. Ситуацию усугублял ветер, скорость которого достигала 22 метра в секунду, и пыльная буря, обрушившаяся на Донской регион. Жителям советовали не покидать дома и закрывать окна. Как сообщил глава администрации, дальнейшей угрозы распространения огня на жилые дома нет. Видите? Вся улица. Вот вам и сентябрь. Сильнейший град обрушился на Кызыл. Он выпал во время сильного ливня, который прошел в регионе. Отдельные градины были размером с куриное яйцо. Сильные наводнения прошли на улицах американского города Галвистон в штате Техас. Причиной стали ливни, накрывшие регион. Часть дорог в городе ушла под воду, на остальных было сильно затруднено движение. Причиной года может быть trouxe в реку. Субтитры сделал DimaTorzok В Саудовской Аравии продолжаются сильные грозы с обильными осадками. На их фоне прошли очередные сильные наводнения в Мекке, а также в Джиде. Большая часть улиц оказалась под водой, некоторые из них превратились в бурные реки, сносившие все на своем пути и увлекавшие за собой даже тяжелые автомобили. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 солнца. В Калининграде вчера на улице Эпроновской огонь охватил крышу и технический этаж 14-этажного здания. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В 14 часов 15 минут открытое горение было ликвидировано, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. 4 человека были спасены, еще 20 эвакуировали. Предварительно причиной пожара названо короткое замыкание. В Астане загорелся гигантский мусорный полигон. Пожарные уже более суток не могут справиться с как сообщает МЧС Казахстана, на данный момент идут работы по проливке очагов горения и засыпка грунтом специальной техникой. Предварительная площадь пожара составила 850 квадратных метров. Во Франции, в Сент-Амере, в департаменте по Декале, в ночь с воскресенья на понедельник, в церкви непорочного зачатия произошел пожар. Пожарные добрались из соседнего города лишь через несколько часов. Огонь быстро распространился на боковой и центральной нефы, затем на крышу и колокольню, пока все это не сложилось внутрь. Церковь была построена в 13 веке и представляла собой готический памятник. Рой насекомых стал причиной затора на мосту в городе Чинде 1 сентября. Асфальт покрылся слоем паденок, в результате чего создался эффект выпавшего снега и началась пробуксовка шин у автомобилей. Другие же, потеряв сцепление с асфальтом, попали в ДТП. Массовый мор рыбы в притоке Дисней-7 у пересечения Черниговской и Сумской областей Украины. Местные рыбаки первыми увидели, что вода покрыта мертвой рыбой, а позже запах почувствовали и жители населенных пунктов. Мор рыбы на реке Сейм происходит из-за дефицита и практически отсутствия растворенного кислорода в воде. Это приводит к удушью и гибели рыбы. Причина дефицита кислорода – попадание органических веществ в воду. Соответствующими службами на местах организованы мероприятия по очистке от мертвой рыбы водоема и его берегов и захоронения в соответствующих местах. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале!